Привет, друзья! Меня зовут Наташа. Добро пожаловать на Кухню Умелой Хозяйки! Приготовим очень вкусный домашний яблочный пирог за 5 минут активного времени приготовления и 25 минут времени на выпечку. Делается очень просто. Получается вкуснейший пирог с нежным тестом, вкусной яблочной начинкой и вкуснейшей сахарной корочкой. В описании под видео указано количество ингредиентов. Друзья, подписывайтесь на мой канал, найдёте много вкусных и простых рецептов. В миску вбиваю 3 яйца, добавляю немножко соли, сахар и ванильный сахар. И всё просто перемешиваю венчиком. Даже взбивать ничего не нужно. Вливаю заранее растопленное охлаждённое сливочное масло и молоко. Всё хорошо перемешиваю. Муку соединяю с разрыхлителем и замешиваю тесто. Снова венчиком. Тесто просто шикарное, универсальное. Даже касаться руками его не нужно. Оно получается такое нежидкое и негустое. Очень вкусное. Подходит, в принципе, для любой начинки сладкой, для любых фруктов. У меня сегодня яблоки. Я их очистила от кожуры. Вот так вот обрезаю, чтобы осталась сердцевинка. И затем нарезаю на тоненькие дольки. Форму для выпекания я устилаю пергаментной бумагой. Делаю такое корыце, чтобы бортики тоже были застелены. И выливаю половину теста. Вот смотрите, какое оно по консистенции. Такое довольно умеренной густоты. И нежидкое, и негустое. Распределяю лопаточкой. И далее вот так вот выкладываю рядочком яблоки. Можно, конечно, и не заморачиваться. Можно просто перемешать яблоки. Порезать, допустим, кубиками. И перемешать это тесто вместе с яблоками. И все вылить в форму. Но сегодня мне захотелось именно вот таким вот способом. То есть, вы тут уже выбирайте, как вам нравится. И какое количество времени есть у вас на приготовление. Далее я заливаю оставшейся половиной теста. И разравниваю тоже лопаткой сверху, чтобы тесто покрыло все яблочки. К этому времени духовка уже должна быть разогрета на 180 градусов. Выпекается такой пирог 25-30 минут. И также сверху я посыпаю сахар. Количество сахара смотрите сами. У меня ушло где-то 3-4 столовые ложки. И именно этот сахар, он очень хорошо вот так вот вкусненько поджарится. И получается красивая, вкусная, ароматная сахарная корочка. Даю пирогу немного остыть. И нарезаю порционно на кусочки. Очень нежный, мягкий. За счет сливочного масла тесто, конечно, просто очень вкусное, друзья. Так что обязательно выпекайте. Как видите, все настолько просто. Но нет смысла покупать магазинную выпечку. Обязательно радуйте дома своих родных и близких. Надеюсь, что видео понравилось. Поддержите, пожалуйста, меня лайком и подпиской, если вам нравятся мои рецепты. Желаю вам мира и добра. Пока!